Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Почему в церкви запрещены отношения до брака? Имеется в виду плотская близость. Святитель Иоанн Златоуст прекрасно предупреждает тех, кто сомневается в том, полезны ли ему плотские отношения, не будут ли они как раз удобной подготовкой, как бы взлетной полосой для будущего счастливого брака. Блуд, говорит он, это не подготовка к браку, а состояние ему противоположное. Насколько брак возвышает человека, помогает ему преодолеть свои греховные расположения, побороться победоносно со своим эгоизмом, сделаться частью, живым участником малой церкви, своего дома, где и жена, и дети воспитываются в благочестии, то человек, падший в плотской грех, он не на пользу себе, но в крайнее разорение и физического, и душевного здоровья своего, оказывается пленен этой плотской страстью. Блуд во все времена был обличаем и пророками, и апостолами по вдохновению самого Духа Святого, как дело губительное и разрушительное. Бог, установив радость плотского общения между мужем и женой, установил и единство этого союза, нерасторжимость его, оставит человек отца своего и матерь свою, прилепится к жене своей, и будут два вплоть едину, что Бог соединил, то человек да не разлучает. Итак, узнаем мы о том, что стремление полов друг к другу не имеет в себе порочности как таковой, ибо святитель Феофан говорит, если при виде прекрасной женщины меня не тошнит, а чувствую я нечто противоположное, противоположное тошноте, видимо, аппетит, особое расположение, стремление, то в этом, говорит святитель Феофан, греха нет. Грех начинается там, где замечаем мы слова Господни в исполнении, взирающие на женщину с вожделением, там, где есть вожделение, там, где есть расположение, овладение тогда, как твоей частью дома, твоим телом, то есть твоей законной женой это лицо противоположного пола не является. Значит, там, где есть решимость вступления в союз нерасторжимый, пожизненный ради чадо-родия и взаимной верности, укрепления друг друга в вере и благочестии, там способность вступать в плотские отношения является великим благом и содействует человеческому спасению. Там же, где свои расположения к противоположному полу служат только для удовлетворения плотской похоти с какими-то прекрасами, сопровождающими это присуще и животным действиям, а эти прекрасно называются влюбленностью, какой-то романтической увлеченностью, готовностью положить весь мир к ногам своей возлюбленной, но все это очень пышно и пушисто, однако бесконечно далеко от той самой решимости посвятить жизнь свою, объекту своей любви и от нее навстречу принять собственную жертвенность и создать таким образом семью. Впадающие в плотские отношения до брака разоряют самую способность в будущем создать надежный и крепкий союз, поскольку их навык переменчивости в плотских отношениях, их опыт проб и ошибок, к сожалению, и в будущем, тогда, когда они уже захотят создать верную семью, будет предательски разрушать изнутри возможное их семейное счастье, поскольку этот худой навык, если только не побороться против него силой Божьей благодати, все время оплакивая свои прежние грехи и ища божественной помощи, то и в намерении уже, хоть на склоне лет создать крепкую семью, обречены очень часто на полный крах в связи как раз с предшествующей распущенностью, с непутево проведенной юностью, с этими самыми опытами добрачных связей. Потому береги честь с молоду и храни себя до законного венчанного союза сейчас забываемые наставления, которые, тем не менее, остаются всегда актуальными. Вовсе не опытность в этих невысоких упражнениях над самим собой и над другими делает человека приспособленным к счастливому супружеству, а чистота и невинность, которая не зря называется целомудрием, обеспечивает возможность и сохранение в добром здравии души и тела до брака, а уже при вступлении в него цельную, разумную, прекрасную семью, в которой уже будет место и духовному единству, и душевному взаимопониманию, и плотской радости. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...